Хорошо, сейчас ты готов принести извинения и уладить конфликт? Нет, я не готов. Ну потому что, ладно, давай все расскажу тогда, все по порядку. Просто мы очень часто выезжаем с Ильей за перенетром вместе. А ты ж Деста Христова мне не надо рассказывать, Саш. Нет, мне вообще как бы... Я просто обо всем умалчиваю, потому что вроде мы как вместе пришли. Очень много неприятных моментов, которые создаются вокруг. Человек, который ездит, отпрашивается на моей машине, ездит, изменяет Алене, к Марине ездит, вместо того, чтобы отпроситься и поехать к своему ребенку, который мне говорит, не могу сдержаться, хочу Олю. А это вообще... Он мне об этом говорит. Он мне говорит, Сань, ну мы красавцы, мы единственные, кто работаем здесь. Мы единственные, кто работаем. Алена это инструмент для работы. И с Олей он соскочил только потому, что он прекрасно понимает, что если он будет встречаться с Олей, а не с Аленой, то, как сказать, Оля и Дима автоматически отскакивают, и работы у него здесь нет. Он своего ребенка пытался продать на ДНК, чтобы заплатили ему 200 тысяч рублей, а потом понял, что... А зачем ты тогда с ним дружил, если... И зачем ты ему машину давал, чтобы он ездил, изменял, а? Слушай, вот... Зачем? Вот кипело, кипело. Вот бывает, в какой-то момент перекипает. Нет, ты странный друг. А зачем ты сейчас об этом говоришь? Это мой друг. Ну вы же приятельствовали. Приятели. Ну приятели это не значит быть друзьями. В какой Марине-то он ездил, а что-то не было. Кто такая Марина? Джурая. Которая пришла и рассказала об этом на ток-шоу. Он отрицал, отнекивался и отбрыкивался, что такого не было, а я знаю, что это было. Я не знаю, чем ты здесь занимаешься, распуская слухи дырявые, твои беспонтовые просто слухи. Я не распускал слухи дырявые и беспонтовые. Распускаешь здесь за глазами, когда меня здесь с Ильей нету в периметре, ты сидишь и распускаешь беспонтовые слухи. О том, Саш. О чем? Ну давай расскажи, может ты мне начнешь? Не, ну о чем ты сегодня говорил? О чем, Айле? Ну скажи. Ну ты скажи мне, просто давай, чтобы я не за глазами услышала. Начнем с того, что... Что он на машине ездил к Марине? Про рабочий материал. Раз. Про Марину, два. Про Жарикову, три. Расскажи мне, ну чтобы это, знаешь, не выглядело, что я за глазами. Потому что он ездил к Марине на моей машине? Нет, подожди, ты сегодня, давай начнем с самого начала. Да, да, я сказал, я сказал, я сказал, я сказал, не маши, пожалуйста, перед моим лицом руками. Нет, потому что ты за глазами не говоришь, я буду с тобой общаться именно так. Нет, ты со мной так не будешь общаться. Буду общаться. Мы сейчас будем разговаривать спокойно здесь, мы не будем со мной так не будешь общаться. Я буду разговаривать так, как я захочу, и когда я захочу закончить этот разговор, я возьму ее. Тогда я буду разговаривать так, как я хочу, и поверь не тебе, мне это не понравится. Саша Габут, тебе тоже не понравится, если я хотела разговаривать так, как я с тобой, понятно? Нет, нет, я сказала, я сказала нет. Разговаривай, Ален. Ты со мной так разговариваешь, что тебя прошло. Потому что передал себе мужик просто, и беспомонтовые свои слухи за моими глазами. 20-летние, 20-летние, девочки, и что, один раз, сама потом сказала, что это было один раз. И меня слышишь, я с тобой разговариваю. Да нет, я сейчас возьму и выйду, когда я захочу и выйду, понятно? Нет, ты не захочешь выйти, потому что я спокойно сижу разговариваю сейчас с тобой. С ним, понимаешь? И не надо сейчас орать, понимаешь? Нет, мне интересно. Еще раз говорю. Ален, еще раз говорю. Что было? Ну, то, что он говорил. Это было Марину. И то, что он говорил один раз, было дальше. А в чем слухи? А в чем слухи? Клянусь, здоровьем своим клянусь, как покляться там, чем еще можно покляться? В смысле, то, что у меня с Мариной было, это было до Алены. И меня это не цепляет, понимаешь, какая ситуация. Вот и все. Я не хочу, слушай, вообще, даже в этом ковыряться и расковыривать. Вот смотри, я вам сейчас объясню. И все. Я на проекте строю отношения. Отношение мое к вам не поменяется. Какое есть, такое есть. Лезть там с вами ругаться или еще что-то я не хочу. Денис, Илья, теперь рун. Мне не свое, какое у меня есть по ситуациям или еще чего-то такое. Я буду высказывать то, которое я считаю нужным. Вот все. Согласен. Ну что, мы не согласен. Я тоже буду высказать, что такое я считаю нужным. Я тоже согласен. Я считаю правильным. А почему я должен перед тобой? Саш, потому что ты за моей спиной говоришь про меня, что я какой-то использованный материал для Либора. Поясни. Поясни за свои слова. Не использованный, а инструмент для работы. Я вот так сказал. Или я так сказал? Человек говорит мне о том, что для меня это работа. Я делал свои выводы. И о чем, извини меня, инструмент для работы, человек, это не оскорбление. Я тебя не назвал там ни Ши, ни Бени, как-то еще. Ты готов по-человечески прийти к такому компромиссу и то, что ты сказал про матерей, извиниться просто за матерей и все. Я не прошу тебя передо мной извиняться перед Аленой, что ты там оскорблял и обзвал. Когда я спустился и сказал, что меня будут выселять, я здесь жизни не дам матерям. Не, я буду травить матерей. Если меня будет выселять. Хоть одна мать сюда. Нет, Сань, давай, если ты говоришь, что я переворачиваю слова. Подожди, я разговариваю сейчас. Не надо влезать в разговор мужской. Пожалуйста, я тебя прошу. Вот, ты сейчас давай поговорить по факту. Нет, не готов извиняться. Ты перед матерями не готов извиняться. Ну, это твое воспитание только в первую очередь. Говорит о тебе. Смотрите, вот опять мы мусолим одно и то же. Мы посмотрим эфир и тогда посмотрим. Сейчас у тебя своя правда, у тебя своя правда. Мне просто интересно, за что ты их пару назвал неискренней и когда была... За что? Нет, нет, смотри, у меня два вопроса. За что ты назвал его пару неискренней, потому что он утверждает о обратном. И когда у него была возможность поехать в Джураве, потому что Алена утверждает, что даже возможности такой не было, потому что он от меня никуда не отлучался. Две недели. Последние две недели никуда не отлучался. А до этого когда? Ну, до этого, когда Марина... Вот смотри, Оля Жарикова, подожди, Оля Жарикова, подожди, подожди, пока Алена была на кухне, ты говорил, что это неправда. Но я в отношении... Подожди, 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 смотри, когда Оля начала подтверждать эту информацию, и пока Алена была на кухне, ты говоришь, что это вранье, такого не было. Потом, когда Алена ушла, тебя Оля спрашивает, а зачем ты меня называешь вружкой, что такого не было? Я вружкой, во-первых, не называю, не говори. Подожди, она тебе говорит, зачем ты меня выставляешь вружкой, если такое было? Потому что она врет, значит, получается, что при Алене... Я при Алене не ездил в Джураве. Она тебе подожжу, а я... Подожди, подожди, а когда Алена ушла, ты говоришь, ну ладно, это было, ну и было, Бог с ней. Это было, я не отказывал. Не при Алене в отношении. При Алене, когда ты поехал к ней, и она еще говорит, когда ты сказал, что я поехал к сестре... Да это Жарикова он был в отношении, ты созванивался с ней, ты созванивался с ней. Ты что-то путаешь, я тебе еще раз объясняю, то, что с Аленой, когда в отношении, в смысле, как вот мне нужно, в смысле, там, я не знаю, покляться, или, как мы обычно мужики говорим. Хорошо, давай так. Хорошо, хорошо. И ты сам с Жураевой разговариваешь. Хорошо, так когда ты был с Аленой в отношениях, ты мне говорил, что я хочу с Жарикова, главное мне нахуй бы не повестись. Ты что, гонишь? Матерью поклянись. Клянули. Детьми поклянись. Мы с тобой в административном корпусе стояли? Нет, нет. А когда вы в гримерке были? Какой гримерке? В гримерке, когда вы были, и я тебе говорю, когда ты был с ней в отношениях, и я тебе говорю, как я говорю, блин, я говорю, она пизбомба. Я говорю, я бы сам бы, я говорю, ну, был бы неправильно. С кем? С Олей. Ты мне такого не говорил. Про Олю? Да. Говорил про Олю в смысле? А почему ты сейчас с мамой смеешься? В смысле? Подожди, когда я говорил с Аленой? Когда ты был с Аленой в отношениях? А что ты сейчас с матерью клянешься? Тебе спокойно не живется, потому что либо ты конфликтуешь с Димой, с Олей. Если Димы, Оли нет, ты начинаешь переключаться на Сашу с Йосей. Саш, ты завидуешь этому, Саш? Подожди. Ты начинаешь переключаться на Сашу с Йосей. Если появляется Дима, ты опять начинаешь с Димой. Если нет Димы, опять с Сашей, с Йосей. Потом появляется Дима, потом Димы нет, начинаешь со мной. Почему ты живешь в постоянном конфликте с кем-то? Это ты вчера начал эмоционировать Ты общаешься нормально с человеком И при этом ты начинаешь оскорблять Это не нормальное общение Это называется крысятничество На тебе реакцию два дня не дают Ты сидишь и конфликтуешь Почему я тебе сегодня сказала Потому что меня не было в периметре Ты начал здесь в периметре про меня какую-то чушь говорить Ты начинаешь же это сказать Я говорю правду Я говорю правду Я говорю правду Я говорю правду Не кричи Еще раз ты меня пальцем тронешь Я втащу твоему мужу Еще раз успокойся Ты говоришь за неискренность А ты в чем искренний? Я говорю про тебя Я в чем моя искренность? В том что я открыто и прямо говорю Что мы не хотим в этом кубарсе участвовать То что ты на машине едешь Еще раз ты на меня заорешь Понятно тебе? Еще раз Или что, я нормально не можешь объяснить? Объясни своей женщине, чтобы не орала. Объясню. Я ей объясняю. Я ей 300 раз сказал, не ори на меня. Начинаю с кухни, поднявшись сюда, она на меня руки поднимает. Объясни тогда своей женщине, чтобы себя нормально вела. К чему мы вообще приводим этот разговор-то, я так и не понял? Потому что не надо врать, а говорить тогда, ребят, я здесь выстраиваю шоу. Какой разговор выстроить? По итогу вы сейчас поругались, там это что-то соленое уже с твоей, вы что гоните? Сегодня Александр Гобозов на тет-а-тете обвинил Ебарова в том, что он изменяет Алене. Илья, ты ездил на моей машине к Марине? Это не две недели назад, во-первых, было, я хочу сказать. Ты ездил к Марине на моей машине? Это было давно, я ездил, но не в отношениях с Аленой. Но речь шла не об едином выезде, насколько я поняла. Два раза я только встречался. Преодически. Несколько раз ездил к Марине на моей машине. В чем клевета? Несколько раз. Один раз у меня был, я не отказался, я это на шоу признался, сказал. И второй раз это было чисто по рекламе, значит, все. А остальные все... По какой рекламе? Ты сказал, я поехал к сестре. По рекламе заниматься сексом с Мариной? Ты гулял с ней, Илья. Секс был один раз, когда она только ушла с телепрога. Илья, ты ездил, ты говорил, я... Ты мне сказал, объясни, я объясняю. Смотри, я тебе задал вопрос, ты ездил на моей машине к Марине? Ты ездил к ней. Ты ездил не по рекламе, потому что ты сказал, я... Может быть, ты еще, оказывается, и по рекламе ездил, якобы. Но ты говорил, я поехал к сестре, при этом созванивался, звонил на поляну по видеосвязи, и она это видела. И она описала в подробностях, кто сидел напротив, в какой-то маске, что было. То есть, ну, это не по рекламе. Сказать, я поехал к сестре, и оказаться с Мариной. Ну, то есть, если ты поехал по рекламе, ты говоришь, я поехал к Марине по рекламе. А не отмазываться и говорить, я поехал к сестре. Ну, то есть, я ничего не клевещу, такое было. И что-то реклама в 2 часа ночи с ночевкой до утра, ребята. Вы, мне кажется, простите. Нет, я просто объясню, как вообще ситуация вся была. Значит, смотрите. Ты изменяешь Алене? Нет. Две недели назад изменял? Да две недели, я даже не выходил. Значит, Гобозов рёт, правильно? Три недели все выезды были с Аленой. Давайте говорить по-честному. А Гобозов сегодня на 3 секунды? Ну, три недели назад. Ладно, три недели назад. Ещё раз говорю, именно с Аленой, именно с Аленой, то, что, в смысле, когда я был с Аленой в отношениях, не было этого. Ладно, давайте начнём сначала. Я сказала, то, что... Ездила он с сестрей, он был в отношении с Олей Жариковой, это всё понятно. А мы в отношениях с ним, вот этот, когда, крайний раз, три недели, и за эти три недели я ему дала один шанс, ну, ещё один шанс. Я его за всё простила и сказала, давай начнём всё с чистого листа. Прошло же три недели. А у меня был другой вопрос. Я просто хочу изначально начать, почему тогда это агрессия. Я знаю всё изначально, я знала, как он думала в отношении с Жариковой, и как он с тобой помирился. Агрессия у меня к Саше, потому что он несёт полную чушь, и не знает, с чём он лезет ко мне в отношениях. Он говорит, что мы хотим конфликта, а абсолютно нет. Два дня мы не даём никакую реакцию, Саша создаёт этот конфликт сам. Зачем, по-твоему, Габозову тогда конфликты с вами? А я не знаю. Такие я конфликты создаю. Саша, ты два дня ходишь, и пытаешься на своё личное нарядство. Это ты прибегаешь, начинаешь орать на кухню. Мы с Ильёй сидим спокойно разговариваем. Потому что я уже не могу слушать это, зачем ты говоришь какое-то бедство. Дожди, ты говоришь, что я создаю конфликты, мы сидим спокойно разговариваем, ты забегаешь на кухню и начинаешь орать. Да, потому что меня не было здесь в периметре, Мы сидим, говорю ещё раз, с Ильёй разговариваем спокойно, ты забегаешь и начинаешь орать. Потому что я не хочу, чтобы... А всё потому, что мы не расскажем. Давайте мы в параллель, говори, сейчас вообще ничего не понятно. Алёна, как ты думаешь, повторяю вопрос, как ты думаешь, зачем Саше конфликт с вами? Ну, скучно надо в отношениях стало, не знаю. Из-за скуки? Да, ну, конечно, но я не знаю, из-за чего ещё. Скучно, наверное. Что вы делите, мужики? Я вообще ничего не делю. Я вообще ничего не делю. Я думал, что мы... Подождите, я думал, что мы после вчерашнего лобного места всё, разошлись по разным сторонам и ничего больше не дели. Вы сказали, что вы... Сегодня мы приезжаем, но, оказывается, сегодня ещё что-то подняли. Я такого не говорил, что я ставлю в игнор. Я сказал, что я буду говорить точно так же правду. То есть я на самом деле провёл параллель, да, вот так вот, хронологию вообще. То есть... И честно говоря, знаешь, почему у Алёны были такие эмоции? Потому что она поняла, что я говорю правду. И я сегодня говорил, знаешь, о чём, что... И это вот сейчас на самом деле я прям попал в точку, и за это она мне дала подзатыльник. Потому что говорить я стал о том, что у Ильи на самом деле искренние эмоции были Коли. На самом деле. И он выбрал Олю, потому что он мне за периметром, находясь в отношениях с Олей, говорил, Саня, блин, вот я смотрю, и главное мне не повестись на матерное слово. Здесь следует дальше. Вот. И потом он выбрал Олю и изменил Алёне с Олей. И выбрал Олю. И понял одну простую вещь, что с Олей он дальше здесь не вытянет, потому что автоматически слетает Дима с Олей Рапунцель. Нету конфликта, и дальше он в конкурсе с ней не пойдёт. Вернулся к Алёне. И поэтому, когда я прилетел, у нас начались отношения с Олей. Илья так кипишовал. Он злился, он агрессировал, он давал нереальные эмоции. Он на лобном месте постоянно подкалывал, пел ей песни. Я об этом сказал, и Алёна с этим соглашалась. Потому что у него по-прежнему чувство к Ольге Жариковой. Да, да. А Олю он использует как инструмент, потому что без... Алёну. Ой, Алёну он использует как инструмент, потому что без Алёны его шансы в конкурсе на привлечение внимания к себе равны нулю. Во-первых, хочу развеять все слухи перед коллективом. По поводу Жариковой Ольги. Ещё раз говорю. Во-первых, я всегда Сашу считал за товарища. Я действительно к нему очень хорошо относился. И Алёна к нему тоже очень хорошо относилась. Вот, это первое. Мы хотели всегда, чтобы... Мы не будем это скрывать, и Алёна это подтвердит. Мы всегда хотели, чтобы Саша действительно был с Иваной. И это не секрет. И мы вдвоём всегда шептались. И с Иваной, с Собириной. Мы реально хотели, чтобы он был. Не из-за того, что у меня чувство к Жариковой. А помимо Ивана, Собина, Катя, новенькая девочка приходила. То есть совсем уж бы не соли. Вот, и единственное, мы реально хотели, чтобы он был с Иваной в отношениях. Клянусь. И потом, когда мы начали уже на общей кухне разговаривать, была и Оля, и Саша, и Алёна, и я. И он говорит, ребят, вот я хочу, давайте поговорим, чтобы мы здесь не ругались, не орали, не оскорбляли друг друга. Всё, я принял решение, я с Олей, мы больше не ругались. Всё, мы услышали, и на больших ролях вопросов не было. Вот странный ты человек. Обвинение в твою сторону главное, что ты не испытываешь никаких чувств к Алене и встречаешься с ней только ради проекта. Я Алену люблю. И первое, что ты говоришь сейчас, оправдываясь, ты говоришь про Жарикову Ольгу. Первое, что ты должен был сказать, ребят, я люблю эту женщину. Мне, короче, уже надоело вот это... Нет, ну ты, подожди, ты говоришь про Жарикова опять. Самый главный аргумент от Саши, Илюш, самый главный аргумент от... Ну не аргумент, а претензия, предьяволь, не знаю, обвинение, что ты неискренна в отношениях с Аленой. У меня нет претензий, не претензий. И ты подтверждаешь это, говоря о Жариковой. Я Алену люблю, хочу с ней быть, ещё раз говорю. Я Алену познакомил с семьёй, ещё раз говорю. И мне Алена нужна. Не для конкурса «Свадьба на миллион». Как вот ещё нужно объяснять? Дайте сказать, пожалуйста. Саша. Короче, сейчас я всё расскажу. В общем, что они делят? Первый вопрос от себя был. Делят они, а, хедлайнерство, так как они два старичка, пришли сюда. Сейчас я всё скажу, подожди, пожалуйста. Мы раньше тогда не делили хедлайнерство. Ты всегда делила. Ты можешь меня не перебивать? Хорошо. Вот. Делят они хедлайнерство, так как они пришли, их постоянно обсуждают на лобных местах. Ябарову, естественно, намного больше нужны темы. Но касаемо измен, 100% этого не было. Когда они с Аленой были изначально, он постоянно, это, кстати, всё узнало, Силья ездил, изменял Алене. Последний раз он ездил к Марине Джураевой в тот день, когда, помнишь, Майя, мы ему говорили про трусы. Ой, какого цвета у тебя трусы, всё такое. Это же правильно? Да, в этом дне идёт речь, скорее всего. У нас тогда перед выездом его спросила. Да-да-да-да. Так, ну-ка, покажи трусы, если ты вернёшься. Дай, да, в тот день. И показал, что ты вернулся. Показал, показал, показал. В тот день это было. А с Аленой в отношениях он на тот момент не был. По поводу того, что сказал Саша про Алену, я думаю, что это всем давно известный факт, и на это даже внимания не стоит обращать. Он действительно стеснеет за проекта. Я не говорю о том, что у него нет никаких абсолютно к нему чувств. Я не знаю, что ухожу, мне вообще это не надо. Да, мне вот, вот честно, вот эта клевета уже, честно, надоела, действительно. Я послушаю, я не буду комментировать, соберу вещи и пойду домой. Вы что? А мне это не нужно. А в чём это? Я на самом деле, подожди. Я как неискренний человек, я как неискренний человек, я тоже собираю вещи и ухожу за Аленой. Нет, нет, эту грязь мы обсуждать больше не будем, ещё раз говорю. Да, вот Алена собирает вещи, а я как неискренний человек, который держусь за проект, чтобы платить алименты, и я тоже ухожу за Аленой. Не хочу грязь эту обсуждать просто. Так это твои отношения, Илья. У меня в отношениях грязи нет, я не хочу больше обсуждать. Всё, мы помирились с Аленочкой. Измена это не грязь? Спасибо, у нас всё хорошо. То есть измена это не грязь? Да сколько можно уже про вашу измену говорить? Ну вы нормальные люди. Про нашу, не про нашу, про вашу. Да у нас нет измен, ещё раз говорю. Я дала ему шанс. Если вы пытаетесь нас спровоцировать с Аленой, не получится. Сколько можно? Два месяца? Измена, измена, измена. Да хватит, я ему шанс дала. У нас всё нормально, три недели. Всё, пошли. Правда, пошли. Ребят, вы закончите лобно? Вы можете хотя бы с уважением попрощаться с теми, кто вас любит? Мы попрощаемся. Что ты плюёшь на лобное место? Тебя в лицо бы плюнул кто-нибудь. Пойдём. Что-то неуважение. Не манипуляция. Ребят, это очень странно. Вот Саша, посмотри, пожалуйста, как ты выглядишь со стороны, когда ты уходишь каждый раз с проекта. Ну правда, это на самом деле, конечно, они на эмоциях, вот, конечно, я с ними поговорю, конечно, я пойму и прощу, но это стрёмно, ребят. Здесь люди годами находятся, и ты посмотри, что пишут. Что мы верим в вашу только пару, что ваша пара искренняя, чудная, прикольная. Да, мы вот такие, да, мы юморные, да, мы, блин, не такие, как все, но мы не амёбы, и это очень важно. Ты понимаешь, и когда вот такой, и когда такой наплыв, я имею в виду, какой, пойдём домой сразу поднимемся, и когда такой наплыв на нас, такая агрессия идёт от коллектива, агрессия от всего, это только от зависти. Это только от зависти, потому что, в смысле, нас постоянно мусолят, нас постоянно обсуждают, понимаешь, мы в центре внимания. Вот реально тебе говорю, это зависть, выложит людей. Это реальная зависть, выложит людей. Я тоже сорвался сейчас, у меня прям, ну, меня реально скабануло. Отвечаю, это только от зависти. Всё это идёт от зависти, это не от хорошего идёт, понимаешь, потому что нас любит народ, нас телезрители любят. Сейчас зайди в прямой эфир, и в прямом эфире сейчас будет сидеть минимум у меня 20-25 тысяч человек, и будем говорить, кто искренне на проекте, понимаешь. Мы правда выиграем эту конкурс, я тебе обещаю. Я просто не так взяла, я сдухала. У меня очень тяжело, я не могу. Костик, ну выпукай всё, выпукаться тоже надо. Давайте водички принесу, давай, малыш. Для меня странная позиция Алёны. Она знает все про все его измены, но при этом она ничего не говорит ему. Она же никакого не просила. А она почему? А я тебе расскажу, почему? Потому что я уже об этом говорил, что во Владивостоке была ситуация, когда в отношениях она это прощала, грубо говоря. То есть она, ей было позволено... То есть ей нравятся изменщики, получается, для меня тоже это странно. Но я же говорил мнение ток-шоу. Ты либо изменил, нет, ты бы сказал, что сейчас так, ну да. А владел, когда он изменил, когда он изменил, и потом он поменялся, а он потом снова изменил. Нет, послушай, послушай, я просто тебе скажу то, что я верю Алёне. Алёна очень влюбчивая. Оля за него безумно переживает. Я знаю то, что, да, она глупая, она где-то мягкая, она где-то загадывается в мужчине, а он пользуется как инструментом. Так хорошо, тогда почему ты не донесёшь? Кому? Я не буду доносить. Это её жизнь, это её отношения. Я не папа-мама, чтобы её воспитывать. Вот честно, вот сколько ему 35 лет? Вот 35, 32, 35, неважно, главное, что с геморроем, он даже с геморроем ничего не может решить. Вот сказать, Алёна, подожди, я сейчас всё объясню, всё по полочкам разложу, только не переживаю. Он даже её не спрашивает. Ёш, ну ты же сам видел конфликты, когда он кричал мне, у меня много денег, я тут такой благородный. У него нет денег. Понятно, но он по самому понты кидает. Понимаешь, что Алёна маленькая смотрит ему в рот, заглядывается. Ты знаешь, что правильно сказал? То, что он возвращался только потому, что он не мог там найти себе дело. Он не на ход, он никак не реализуется. Долгов за алименты столько накапывал. Просто я боюсь, чтобы Алёна не забеременела, не родила и снова не ушёл от них. У нас нет авторитетов здесь. Мы друг для друга с тобой. Ты для меня авторитет, и я для тебя авторитет. Всё, вот для нас авторитеты. Ну и ведущие, естественно, потому что мы у них здесь живём и жрём, и кормимся. В отношениях мы друг для друга авторитеты. Всё. Нет больше авторитетов у нас. Нету. Услышь, зайка. Я люблю тебя очень сильно. И ты это прекрасно знаешь, и чувствуешь это. Ты что, братка, не спредел? Ну ничего, братка. Да мы хотим сейчас поговорить. Да ладно, не снимай, что ты хочешь сейчас? Ура, братка. Этот беспредел тебя выселять идёт. Какой? Горбос. Барбос. И что, она тоже на халат собралась? А? С ведущим сейчас разговаривали, они говорят, не делаете глупую... Ну ты хочешь, а ты зачем ты собираешься? Илюх, и что тут? Да дайте мы поможем, ребят. Вдвоём хотим побыть. Вы что, реально собрались, что ли? Я думал, вы только головуете. Это же с главной головы говорили. Что, вы стягаете, что ли, Илюх? Какой смысл? Кому вы докажете, что? Короче, вы сразу скажите, если вы туда и обратно. Потому что если вы туда и обратно, то туда и обратно. Если вы только туда, то просто вы туда заедите. Вы deja, выйди, пожалуйста, отсюда. А? Дай нам поговорить, понял. А что ты меня отсюда погоняешь? Я попросила по-человечески, выйди, пожалуйста, отсюда, Саша. Я просто вам... Ну вот я по-человечески просто попросила, выйди, пожалуйста, отсюда. Дай поговорить. Чего же, все зашли. Ну я тебя попросила. Просто я хочу в эту комнату заехать тогда. В неё никто не заедет. В неё никто сейчас не заедет, потому что еще пока не решилась. Ты видишь, мы здесь сидим пока. Я поэтому и сказал, что если мы сейчас уйдем, то мы вам скажем обязательно. Вы никуда не уйдете.